В новом году все кыргызстанцы получили подарок. На главной площади Алато вывесили новый, недавно утвержденный флаг. Однако он отличался от того варианта, что утвердил парламент. Некоторые горожане предположили, что на новом вывешенном флаге не хватает одного луча. Якобы их 39 вместо 40 положенных. Это предположение быстро распространилось в соцсетях настолько, что сотрудники мэрии следующей ночью спустили флаг и на всякий случай пересчитали лучи на нем. Глава пресс-службы администрации президента заявил, что на флаге их 40. Флаг имеет 40 лучей. Изготавливается по утвержденным экземплярам. Ладно те, кто ищет подвох в разных ситуациях, но на манипуляции повелись даже наши адекватные друзья. Можно не сидеть дома и не обсуждать слухи, а пойти и посчитать. Однако отдельные пользователи считают, что спустив флаг для подсчета, мэрия заменила его. Также Урунбеков объяснил, почему флаг на площади отличается от того, что утверждал парламент. По его словам, последний вариант флага принял кабинет министров. Депутат Астан Бекешев считает, что у того нет таких полномочий. Это непонятно, какой флаг мы все-таки приняли. В администрации президента говорят, что да, одна версия была принята Джогурку Кенешем, и кабмин его взял да исправил. Кстати, у правительства нет полномочий переисправлять или исправлять принятый закон, потому что это исключительно полномочия парламента по конституции нашей страны. Депутат Назабега Крама в свою очередь считает, что поднятие измененного флага заслуживало отдельной церемонии. Новый флаг должны были поднять, пусть и без многочисленной массовки, но хотя бы в присутствии госсекретаря при исполнении гимна и сопрождении почетного караула. Только враги меняют флаг тайно. К сожалению, этого не произошло. Там же в присутствии СМИ госсекретарь мог бы разъяснить причины изменения флага. Флаг – это не простой вопрос, это целая идеология. Интересно, что даже не все госслужащие оказались в курсе о том, что флаг поменялся снова, уже по инициативе Кабмина. В ГВД Чуйской области тоже подняли новый флаг, но не такой, который подняли на площади, а одобренную парламентом версию. Об этом стало известно из официальной публикации на Фейсбуке, но вскоре пост удалили, а еще позднее заменили и флаг над зданием. Путаница с флагом в итоге закончилась прямыми угрозами от правдилами президента Анабека Тумабаева. Сайт 24КГ. Представители партии Битунг-Хыргыстан, Мирбек, Мунарбек, Улу, Ирыс и Металиева, арестованные за подстрекательство народа по кемперабадскому вопросу и ряд представителей НПО написали, что флаг имеет всего 39 лучей. Я считаю, что те, кто стремится ухудшить репутацию государства и те, кто манипулируя хочет вызвать общественный гнев, должны нести ответственность в рамках закона.